Кладбищенский хаос, сломанные ограды, разрушенные памятники, вырванные кресты и заваленные могилы. Небывал их масштабов вандализм. И все это дело рук коммунальщиков. Прошло в Адском районе на деревенском кладбище села Лопатина. Люди, которые пришли на могилы своих близких, были просто ошарашены. Одни даже не могли найти могилы своих усопших родственников среди всего того разгрома, поскольку ограды и надгробья были разломаны и разбросаны, и перепутаны. Обратите внимание, это могилы. Это могилы, заваленные полностью мусором. Посмотрите, это холмики, это спиленные кресты. Вот видите, женщина, здесь у них все завалено, здесь все полностью завалено. Здесь все могилы. Вот, видите, видите. Вот, видите, как тут все. Это могилки. Ой, сейчас заплачу. Мама моей и бабушки. Ограды сломаны, теперь все ходят по могилам. Вот посмотрите, что это. Это человеческое отношение к людям. Это животное отношение к людям. К вам и ко мне, и к вам будет такое же отношение, как к ним. Мы в страшном сне не могли вообще такое вот представить, что такое возможно. Как выяснилось, погромное кладбище устроили коммунальщики. Как они сами говорят, случайно. Подрядная организация спиливала ветки и рубила дряхлые аварийные деревья. Они просто неудачно упали на могилы. Технику мы сюда подогнать в середину, вот, как вы видите, мы не можем. Вот, так что спил ведется сверху вниз, вот, кусочками. Все равно где-то не уследишь. Кто это исправит? У меня вот этот вопрос. И кто будет отвечать за это? Это все будет установлено до... Часть будет установлена уже до понедельника. Там, где кресты деревянные, то есть люди, брощащиеся, будут ставить металлические кресты. Вы в это верите? Что это восстановится? Что здесь можно найти имена? Здесь можно найти кресты? Почему этот крест? Какого-то Константина Зверева. Откуда он? С какой могилой? Здесь не хватит года, чтобы восстановить это все. А потом, кто восстановит? Вот, фотографии валяются там, кресты там. Кто восстановит? Кто похоронен здесь? Давайте вот эту возьмем могилу. Кто здесь хоронен? Это старая могила 62-го года. Кто здесь хоронен? Ни креста, ни таблицы, никого. Здесь крест будет восстановлен. А где? А где фамилия? Смотрите, какой он есть. Фамилия где? Здесь ее и не было фамилией. Было. И меня хотят уверить, что здесь ничего страшного нет. Здесь самое страшное. Это бесчеловечные отношения к людям. Когда вот эту березу стояли на памятнике на этом, стоял и улыбался, как он эту березу пилит. Ну это же нельзя было. Нельзя этого было. Надо плакать, стоять с пилой и плакать. Да, надо стоять и плакать. Вот сейчас люди будут плакать. Вы такие умные. Ну сами попробуйте предложить что-нибудь. Вот такие вот. Да, да, да. Как вы разрушать коммунар. Коммунар и коммунар. Ты еще лбом стукнешься в капот. В капот стукнешься еще лбом. Не бойтесь, за мой лоб. Да? Вы по ним хорошо ходите. Как ты хорошо со старшими-то разговариваешь? Как тебя воспитали? Со старшими? Со старшими? Как тебя воспитали? Не вижу я. Не веришь? Не вижу я, что вы старши. Не уверен. Не вижу. Сопляйся. Вот я вас не оскорбила. А я тебя оскорбил, потому что я за что. Оскорбляйте. Вот, понимаете, оскорбляйте. Да без тебя уберем. Уберем. Конечно, буду. Пыль-то поднимаешь ты тут сидишь. Поднимаю и буду поднимать. Да. Грязью облили только все. Люди, все лоб. Ты вообще кто такая? Кто ты такая здесь пыль поднимать? Здесь можно было бы организовать, если даже захотеть, организовать все по-человечески, все цивилизованно. Если бы было у кого-то здесь желание это сделать. Они от серьезных людей, которые благоговейно относятся к памяти усопших. Ну, вы мне объясните, как, допустим, свалить дерево, чтобы он не лежал на могиле. Это вы вальщик, а не я. Я понимаю. Это вы получаете обязование. Нет, мы и так сваливаем аккуратно. Но есть моменты, которые, ну, не учтенка, можно сказать. Да вот, ну, упало дерево. Вы, главное, пожалуйста, чтобы вот это, прекратите этот ужас, этот беспредел. Это просто не по-христиански, это вандализм, это какой-то ужас. Это не вандализм, девушка. Это не вандализм, это понимаете? Вот люди посмотрят, какой это не вандализм. И мне говорят, я думаю, не один со мной согласится. Кстати, пока жители ни в полицию, ни в прокуратуру не обращались. Но если коммунальщики свое обещание убрать весь созданный имя хаус за неделю не выполнят, то люди обязательно пойдут. Продолжение следует...